Котовок отзывов о пряже на Мамочкином канале. Это серия видеороликов по отзывам о пряже, которая создана с поддержкой интернет-магазина kudethi.ru Ссылочку вы сейчас видите на экране. Сегодня хотелось бы рассказать о мерсеризованном хлопке Comtex. Если у вас есть какие-то свои отзывы по данной пряже, то пишите об этом в комментарии. Можете вставлять ссылочки на фото своих работ из данной пряжи. Напишите, сколько пряжи ушло, на какой размер вы вязали. Это будет очень интересно. Итак, про пряжу. В этом хлопке 200 метров 50 граммов. Такая средняя толщина. Название уже говорит само за себя. Мерсеризованный 100% хлопок. Помнится, еще в прошлом году я не могла дать рекомендации по российской пряже. Потому что в основном я использовала иностранную пряжу. И к российской пряжу относилась даже с недоверием. И потом, общаясь с вами, дорогие мастерицы, я начала все больше и больше узнавать про российскую пряжу и решаться ее попробовать. И вот мерсеризованный хлопок Comtex это та пряжа, которую я могу рекомендовать 100%. Если подходит вам данный хлопок по толщине, 400 метров в 100 граммах получается, то вы без сомнений можете покупать данный хлопок фирмы Comtex. Во-первых, вы уже видите, как он блестит. На самом деле, этот мерсеризованный хлопок блестит почти как вискоза. Вот вискозную ниточку любят из-за ее блеска и не любят из-за того, что она вытягивается со временем. Вот мерсеризованный хлопок, он блестит почти так же, как вискоза, но не вытягивается, потому что это хлопок. Итак, первый плюс. Приятный блеск. Второй плюс это скрутка. У него не расслаиваются ниточки. При приближении кажется, что ниточка скручена в шнурочек. Хотя можно ее раскрутить на вот такие вот отдельные ниточки, то есть переплетения там такого именно шнурочного нет, но очень хорошая качественная скрутка и вязать такой ниточкой полное удовольствие. Крючок ни за что не цепляется и провязываются петельки прекрасно. Метраж пряжи, в принципе, тоже может являться плюсом. Это не тоненькая пряжа. Иногда мы отдаем предпочтение все-таки тоненькой пряже 280 метров в 50 граммах, например, такой как пехорка ажурная. У меня, между прочим, по ней тоже есть отзыв. Ссылочку на него оставлю в правом верхнем углу. Но, в принципе, если не хочется вязать очень тоненькой ниточкой, то можно выбрать вот такой метраж 200 метров в 50 граммах и, я думаю, получать больше удовольствия, чем при вязании тоненькой ниточки. Но тут кому как нравится. Изделие при вязании пряжей 200 метров в 50 граммах получится потяжелее, чем, например, той же пряжей 280 метров в 50 граммах. Но все-таки для ажурных платьев и юбок, может быть, не длинных, не в пол, я могла бы рекомендовать такую ниточку. Еще огромным плюсом данной пряжи является то, что она не линяет. Я не могу говорить за все цвета, но у меня был опыт с черной и белой пряжей. Казалось бы, куда контрастнее. Когда я выбирала пряжу для платья инь-янь, по нему у меня тоже есть мастер-класс, ссылочку вы увидите под роликом и в правом верхнем углу, то я прочитала отзывы и консультировала с девушкой, которая уже вязала такое платье из пряжи мерсерзованных лопок Комтекс. И я, как и та девушка, могу заявить, что черный цвет не линяет. Стираю я всегда в прохладной воде вещи вязанные вручную, и при такой стирке данное платье ни разу не полиняла. Как видите, ниточка ложится очень хорошо, очень ровно. Это полотно у меня связано патентными полустолбиками с накидом, и оно идеально ровное и достаточно такое плотненькое, чтобы связать платье трапецию, и это платье держало форму. Моя сестра вязала из этой пряжи берет уже два года назад, тоже по мастер-классу мамочкиного канала, ажурный берет крючком. Изделием из данной пряжи нет износа. Если стирать в прохладной воде, то этот хлопок не садится. И еще хочу вам показать пример. Это платье, которое я вяжу сейчас. Такое платье на лямочках. И для меня тоже показалось, что для такого платья, которое будет по фигуре, но в то же время сглаживать какие-то недостатки фигуры, очень подойдут этой ниточке. Они в меру жесткие, в меру. И получается, как раз будут наши всякие неприятные выпуклости на фигуре сглаживать, и в то же время ажур на такой пряже очень хорошо смотрится. Пряжа накручена на бобинку, поэтому изнутри не удастся взять ниточку, только снаружи. Небольшой недостаточек такой я обнаружила. Я не нахожу номера цвета на этикетке. Я знаю, что это 24 цвет бирюза, и это 25 цвет мята. Данную пряжу вы можете найти в интернет-магазине kudese.ru. Если там не будет нужного цвета, и вам нужна будет упаковка, то через их группу ВКонтакте, ссылочку вы найдете на сайте их, вы можете заказать полную упаковку пряжи. Не забудьте написать свой отзыв по данной пряже в комментариях. Спасибо за внимание! Оставайтесь с мамочкиным каналом. Пока!